Уважаемые коллеги, добрый день! Мне выпала честь открыть наш вебинар, посвященный раку почки и уротолиальному раку, а именно, что нового появилось в лекарственной терапии этих, нозологии. Развитие понимания биологии опухоли, молекулярных сигнальных путей позволило выявить точки мишени и точки приложения, воздействие на которых позволило влиять на ангиогенез, на синтез белков, на инвазию, метастазирование. И в настоящее время в арсенале онкологов для лечения рака почки, я сейчас начала про рак почки говорить, значит, имеется более 10 таргетных препаратов и 4 иммуно-онкологических препарата. Хочу напомнить, что рак почки занимает достаточно распространенные заболевания, занимает 10 место заболеваемости. И, конечно, как и при многих солидных опухолях, мы должны ориентироваться на факторы прогноза. Прогностические факторы были созданы Моцером, далее обновлены, модернизированы Хэнгом. И мы видим, что возможно разделение на 3 группы факторов прогноза. Это хороший, промежуточный и плохой. И мы видим, как драматически различается общая выживаемость в группе хорошего прогноза во сравнении с промежуточным и плохим прогнозом. У пациентов, имеющих 1-2 фактора, это 75% пациентов, имеют уже промежуточный прогноз, и мы видим снижение общей выживаемости в 2 раза. А у пациентов с плохим прогнозом снижение выживаемости почти в 5 раз. Здесь данная рекомендация, это рекомендация НССИЭН, самые динамичные, чутко откликающиеся на новейшие изменения и данных исследований. Представлены 3 группы прогноза, это благоприятный, плохой, промежуточный. Начнем с благоприятного. Здесь, как нам известно, стандартные препараты тирозинкиназные, это позапониб, сунесиниб и новая комбинация оксетиниб с пембролизумабом. Это новая комбинация, данные которой появились недавно, поэтому я остановлюсь на ней чуть позже. Эффективность сунесиниба и позапониба, как мы знаем, она сопоставима с медианой времени без прогрессирования до 11 месяцев и медианой общей выживаемости до 2 лет. И, как мы знаем, что интересно, такой вид токсичности, как артериальная гипертензия, который, конечно, осложняет течение заболевания и осложняет лечение, является независимым предиктивным фактором выживаемости. То есть те пациенты, у которых встречается данная токсичность, они живут дольше, чем те пациенты, у которых нет данной токсичности. Например, это исследование было при использовании препаратов сунесиниба и оксетиниба. Что касается плохого и промежуточного прогноза рака почки, здесь появились новые комбинации – эпилимумаб, неволумаб, оксетиниб, пембролизумаб и кабазотиниб. Почему такое направление на иммунотерапию? Мы знаем, что рак почки – достаточно иммуногенная опухоль наряду с меланомой, и изначально на самой заре терапии рака почки использовалась иммунотерапия интерлекином и интерфероном-2. И путем проводились исследования, изучалось воздействие не только на лимфатический узел путем ингибирования CTL4, но и на микроокружение опухоли путем воздействия на PDL1, что позволило значительно увеличить эффективность терапии рака почки, что было доказано в исследованиях Checkmate 214, где изучалась данная комбинация по сравнению с сунесинибом. Первичными точками являлся объективный ответ, время без прогрессирования и общая выживаемость. И мы видим, что действительно комбинированная иммунотерапия позволила увеличить общий объективный ответ до 42%, и мы видим, что частота полных ответов. Здесь возможно достижение полных ответов в 11% случаев, а общая выживаемость до сих пор не достигнута. И данная эффективность комбинированной терапии не зависела от любых факторов, и в частности от уровня PDL1. Но, к сожалению, комбинированная иммунотерапия Ниволумабом с Ипелемумабом не показала преимуществ при назначении пациентов с благоприятным прогнозом, поэтому все-таки пациентам с благоприятным прогнозом, конечно, нуждаются в тирозин киназных препаратах. Однако такие агрессивные формы рака почки, например, как саркоматоидный, рак почки, которых очень трудно лечить, хорошо отвечает на данную комбинацию с увеличением общей выживаемости, медианной общей выживаемости почти 50%. Следующий препарат – кабазантиниб. Он не зарегистрирован у нас в России, но он используется в европейских странах, в Америке. Он ингибирует не только факторы эндотелиального роста, но влияет на сигнальные пути МЕД, РЭД, что позволяет преодолевать резистентность к ингибиторам ангиогенеза. И мы видим исследование КАБОСУН, где сравнивался кабазантиниб с унитенибом, и мы видим, что частота объективного ответа значительно выше по сравнению с унитенибом, почти 2,5 раза. И мы видим общую выживаемость выше с унитенибом почти на 3 месяца. Однако, несмотря на эффективность первой линии терапии, возникает прогрессирование процесса. Оно развивается путем развития коллатеральных путей сигнальных, которые обходят ингибиторы ангиогенеза. И, конечно же, какие бы препараты современные мы не использовали, существует всегда первичная резистентность, которая является причиной прогрессирования почти у третьих пациентов. К счастью, можно сказать, что в настоящее время выбор второй линии терапии достаточно расширен в настоящее время. Однако еще пока не установлена определенная последовательность перехода с одних препаратов на другие, потому что метаанализ не выявил каких-то различий, если мы начинаем с ингибиторов ангиогенеза и переходим на другие ингибиторы ангиогенеза. Но это, я думаю, в будущем это решится. Что касается конкретных рекомендаций, это ЭСМА-2019, который рекомендует назначение НИВУЛУМАБА и КАБАЗАТИНИБА после ингибиторов тирозинкиназ. Другие опции – это комбинированная таргетная терапия и после комбинированной иммунотерапии возможно использование любых тирозинкиназных ингибиторов. Что касается рекомендаций российских, то здесь список еще не полный, но, я думаю, после обновления рекомендаций он расширится. Исследование НИВУЛУМАБА во второй линии терапии – это исследование ЧИКМЕЙТ-025, где сравнивалась эффективность северолемуса. Мы видим, что время без прогрессирования было сопоставимо с группой сунетиниба, однако существенно увеличилась общая выживаемость и эффективность была отмечена независимо от группы прогноза пациентов. У нас также имеется опыт терапии НИВУЛУМАБА во второй линии, что позволило пациентам увеличить жизнь на 32 месяца. Эти пациенты до сих пор живут с генерализованной формой рака почки. Второй пациент, у которого добавилось 34 месяца к общей выживаемости, и что касается маркера ПДЛ-1. Экспрессия ПДЛ-1 является негативным прогностическим маркером у пациентов, получающих терапию ингибиторами тирозинки НАСС. Монотерапия НИВУЛУМАБА эффективна вне зависимости от уровня ПДЛ-1, однако комбинированная монотерапия все-таки отмечает зависимость увеличения частоты объективных ответов и времени без прогрессирования, но отмечается некоторая тенденция к увеличению общей выживаемости у пациентов с экспрессией ПДЛ-1. Однако ПДЛ-1 не может рассматриваться как один из эффективных предиктивных биомаркеров, и работы в этой области продолжаются. Что касается таргетной терапии второй линии, мы видим, что здесь уже появляются мультикиназные, высокоселективные ингибиторы тирозинки НАСС, которые влияют не только на факторы эндотелиального роста, но и на факторы тромбоцитов, фибробластов, КИД, РЭД, МЕД. И активность этих препаратов в 10 или даже в 100 раз превышает препараты первой линии. Здесь исследование Акситениба в исследовании Аксис, который проявил себя достаточно эффективно с увеличением общей выживаемости до 6 месяцев. Исследование МЕТИОР, это КБЗ-Тениб во второй линии, также выявил преимущества как во времени без прогрессирования, так и в общей выживаемости. И препараты ЛЕНВАТИНИБ, это также высокоселективный мультикиназный ингибитор, который воздействует на несколько факторов эндотелиального роста, несколько факторов роста фибробластов, КИД, и активность этого препарата, как мы видим, несколько сотни раз превышает сарафини. Исследование, которое изучало комбинированное назначение ЛЕНВАТИНИБа с эверолимусом, позволило выявить, что комбинация данных препаратов имеет синергетическое ингибирование нескольких сигнальных путей путем двойного таргетного воздействия на сигнальный путь МТОР и прямым противоопухолевым воздействием. Это было доказано исследованием 205, где назначалась комбинированная таргетная терапия по сравнению с монорежимами таргетной терапии. Мы видим, что, конечно, безусловное увеличение времени без прогрессирования в 2 раза, в 3 раза по сравнению с монотерапией таргетными препаратами. И, конечно, хотелось бы отметить, что медиана длительности терапии была всего 7,6 месяцев, а ответ длился намного дольше. Частота объективных ответов данной комбинации здесь, безусловно, почти в 2 раза и в 7 раз выше, чем монотерапия таргетными препаратами. И отмечается увеличение общей выживаемости на 10 месяцев. Мы также имеем опыт терапии, комбинированной таргетной терапии линватиниба с веролимусом. Мы видим, что здесь пациент, который с генерализованной формой рака почки, а уже после сонитиниба, через 4 месяца уже отмечался частичный регресс данных образований. И здесь тоже пациентка, здесь не отмечено, но эта пациентка после двух линий терапии получала таргетную терапию линватинибом с веролимусом. И мы уже видим, что через полгода значительный частичный регресс, пациентка до сих пор получает лечение, и всё у неё хорошо. Это сводная таблица эффективности второй линии рака почки. Это не прямое сравнение, но хотелось бы отметить, что мы видим, что частота объективного ответа комбинированной таргетной терапии значительно превышает частоту объективных ответов других препаратов. Это 43%. В два раза выше также выживаемость без прогрессирования, и общая выживаемость достигает двух лет, и сопоставима с общей выживаемостью неволома. Однако мы должны понимать, что назначение комбинированной таргетной терапии достаточно токсичное лечение. Токсичность третьей и четвёртой степени, конечно, выше, чем при монорежимах с другими препаратами. Поэтому подход должен быть индивидуализированный, и подбор пациентов должен быть особо строгий. Что же всё-таки выбрать пациенту во второй линии? Иммунотерапию или комбинированную таргетную терапию? Мы должны понимать, что иммунотерапия для развития эффекта иммунотерапии нужно время, и поэтому пациенты должны быть сохранные, с медленно прогрессирующей патологией, с резистентностью к таргетной терапии. А те пациенты, которым необходим ответ тут и сейчас, конечно, они являются кандидатами для комбинированной таргетной терапии. И в настоящее время изучаются достаточно различные комбинации. Мы видим, что новые комбинации окситиней-памилумап, окситиней-пембролизумап они проявили себя достаточно активно, 60% частоты объективных ответов. Это подтвердилось в исследовании КИНО-426, где изучался пембролизумап с окситиней-памилумап. По сравнению с окситиней-памилем выражено увеличение времени без прогрессирования, и мы видим, что в 18 месяцев живут 80% пациентов. А также частота объективных ответов достигает 60% с возможностью достижения полных ответов у 6% пациентов. И данная комбинация оказала свое влияние и в группе благоприятного прогноза, и в группе промежуточного плохого прогноза. И поэтому в настоящее время ее включили во все линии терапии рака почки. И в настоящее время продолжается исследование изучения авилумаба с окситиней-памилем, где также проявил себя этот препарат превосходно с увеличением частоты времени без прогрессирования 2 раза и частоты объективного ответа 2 раза. Однако исследование продолжается, и мы в будущем будем ожидать окончательных результатов. Что касается уроталиального рака, к сожалению, мы должны понимать, что 5-летняя выживаемость составляет всего 6%. И в настоящее время эволюция лекарственного лечения привела к тому, что появились новые препараты иммунные, препараты для лечения данного заболевания. Но мы должны понимать, что независимо от появления каких-либо новых препаратов, химиотерапия является предпочтительным назначением для пациентов уроталиальным раком, потому что эффективность химиотерапии однозначно выше по сравнению с ингибиторами иммуноконтрольных точек. Однако есть когорта пациентов, у которых существуют противопоказания к назначению химиотерапии, и мы видим, что если есть хотя бы здесь представленных критериев, то пациент уже не подходит для лечения химиотерапии, и почти 50% пациентов не проводится химиотерапия по тем или иным противопоказаниям. Что же предложить таким пациентам? Это исследование КИНОТ 045, где изучался пембролизумаб по сравнению с химиотерапией. Выявил, что да, пембролизумаб однозначно увеличивает общую выживаемость, но мы видим, что время без прогрессирования, оно несколько сопоставимо с группой химиотерапии, только имеется некоторая тенденция с течением времени к увеличивающейся разнице. И, конечно же, безусловно, частота объективных ответов оказалась выше в два раза по сравнению с химиотерапией, и получается, у ПДЛ-позитивных пациентов она была выше. Следующее исследование препарата АТОЗОЛИЗУМАПТ-центрик изучалось в первой линии терапии в когорте 1, позволило достичь ответа почти у 30% пациентов с возможностью достижения полных ответов, а также достижению общей выживаемости до 15 месяцев, что значительно превышает исторический контроль лечения пациентов с данным заболеванием. Длительность терапии оказалась достаточно длительной, достигала двух лет, и в настоящее время эффект продолжается. И хотелось бы также остановиться на значимости ПДЛ-1. Мы должны понимать, что первые линии терапии у больных у ротелиальным раком, не экспрессирующим ПДЛ-1, пембролизумаб и АТОЗОЛИЗУМАП, уступают химиотерапии, основанной на цесплатине. И обязательным является тестирование ПДЛ-1 с помощью теста, с тем для пембролизумаба положительным является экспрессия более 10%, для АТОЗОЛИЗУМАПа более 5%. И, согласно новым показаниям, пембролизумаб и АТОЗОЛИЗУМАП показаны больным у ротелиальным раком с противопоказаниями к назначению цесплатина и гиперэкспрессии ПДЛ-1. Что касается второй линии у ротелиального рака, здесь также изучался в исследовании Инвигар-210, мы видим, что 37% пациентов перешли 12-месячный порог, и, однако, в третьей фазе исследования АТОЗОЛИЗУМАП не продемонстрировал преимущества общей выживаемости, однако токсичность АТОЗОЛИЗУМАПа значительно ниже, чем химиотерапия, то есть он является препаратом выбора. И следующий препарат – это пембролизумаб, он изучался в исследовании КНОТ-045, и мы видим, что и пембролизумаб оказался более эффективным, чем химиотерапия, и эффективность была, конечно, связана с экспрессией ПДЛ-1. Мы видим, что частота ответов выше, чем при использовании у таких пациентов химиотерапии. И еще один препарат, иммунный препарат у ротелиального рака – это НИВАЛУМАП. При использовании НИВАЛУМАПа возникал ответ быстро, был продолжительным, и медиана общей выживаемости у таких пациентов была выше по сравнению с данным исторического контроля, и ответ не зависел от экспрессии ПДЛ-1. Ну и последняя комбинация – это НИВАЛУМАП и ПЕЛИМУМАП. Это новое исследование ЧЕКМЕЙТ-032, которое сравнивалось с монорежимом НИВАЛУМАПа. Мы видим, что отмечается очень высокая частота ответов в группе комбинированной иммунотерапии, достигающей максимума при гиперэкспрессии ПДЛ-1, и что, конечно, транслируется в увеличение показателей общей выживаемости. Но продолжается исследование, также будем ждать результатов. И в заключение хотелось бы сказать, что нужно продолжать создание комбинаций, изучение таргетных иммунных препаратов, искать предиктивные маркеры, что позволило нам вылечить пациентов уже на первой линии лекарственной терапии. Спасибо большое за внимание. Продолжение следует...